Доброе утро! Будут адресованы ей по теме «Капитальный ремонт в городе Севастополе». Телефон у нас прежний, 54-89-55. Пожалуйста, звоните нам на прямую линию в редакцию или в студию, или в редакцию звоните, 54-48-62. Анна Москаленко, пресс-секретарь капитального фонда содействия капитального ремонта, там тоже принимает ваши звонки. Светлана Павловна, большое вам спасибо, что в такую напряжённую пору, я знаю, конец года, декабрь, столько работы, вы всё-таки нашли время утром прийти к нам в студию и ответить на вопросы. Наверное, пора подвести итоги, ну не окончательные, промежуточные, как поработал фонд капитального ремонта в этом году. Да, ну, во-первых, доброе утро всем севастопольцам, хочу сказать. Пожелать удачного дня. Ну и, наверное, в первую очередь, наверное, охота сказать по итогам, да, которые провели за этот год работы, своё мнение вообще по системе капитального ремонта. Вообще капитальный ремонт – это целая система, которая должна работать, так скажем, без сбоев, да, чтобы каждый собственник у нас был доволен проведённым ремонтом. Прекрасно понимаем, что система капитального ремонта – это, так скажем, даже не две составляющие подрядной организации, собственники, да, и фонд. Это зависит и от поставщиков материалов. То есть в этом году, чтобы выстроить вот эту систему капитального ремонта, наверное, проблема, которая столкнулася в этом году, это к тому, что поставщики материалов в городе Севастополь оказались не готовы, так скажем, к этому капитальному ремонту, поскольку в этом году очень ужесточились требования к применяемым материалам. Это, соответственно, и металл 0,7, и утеплители на крышу, и противопожарные люки, и очень много, так скажем, других материалов, да, высокотехнологичных, то мы стали понимать и понимаем, что, по сути, поставщики города Севастополя к этому не готовы. Поэтому вынуждены подрядной организацией были вести материалы и из Ростова, и из Москвы, и из Краснодарского края. Понимаю, что это не совсем правильно, наверное. Я так думаю, что предприниматели, да, которые могут этим заниматься, по сути, должны быть местные поставщики. Это, соответственно, местные севастопольские рабочие места. Это налоги, которые должны оставаться у нас в Севастополе. Поэтому, пользуясь случаем, наверное, хочу пригласить предпринимателей всех к сотрудничеству, которые готовы на это пойти. Сегодня в фонде есть весь, так скажем, объем материалов, которые необходимы на следующий год. Поэтому мы все ждем, да, перечень и объем этих материалов. Поэтому ждем. Ну вот мы начали с вами с проблемы, которая вас беспокоит, и, наверное, она перейдет и на следующий год, да. Но вы помните, по правилам нашей программы, у нас звоните в студию. Давайте мы ответим на звонок. Потом продолжим, да. И продолжим вот именно эту тему. Хорошо. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Нас, особенно ветеранов, беспокоит о том, сколько мы должны платить ежемесячно или за год средств на капитальное строительство. Дети войны всем далеко за 70 лет. И хотелось бы узнать, и также мы внесли часть уже денег на капитальное строительство. Будут ли они нам возвращены или будут использованы. Конечно, волнует, стоит ли вносить деньги на то, чтобы было капитальное строительство каждого дома. Город должен быть красивым, безусловно. Особенно нас волнует городское кольцо, где во времена Украины побелили и покрасили только первые этажи зданий, а вторые и третьи остались нетронутыми. А город должен иметь свое лицо. И, конечно, беспокоит, сколько средств мы должны вносить. Спасибо. Спасибо большое. Немножечко поправим. Не капитальное строительство, а капитальный ремонт. Да. Первый вопрос, я поняла, это был по льготам. В данном случае все льготы начисляет и предоставляет Департамент социальной защиты города Севастополя. Пользуются льготами в данном случае по капитальному ремонту все льготные категории граждан, которые имеют льготу на содержание текущего ремонта, на жилищные услуги. То эти льготы автоматически распространяются и на взносно-капитальный ремонт. То есть все льготные категории. То, что касается граждан свыше 70-80 лет, тут у них особая льгота, так скажем, только по взносно-капитальный ремонт. Опять же, чтобы получить эту льготу, надо обратиться в Департамент социальной защиты. То есть это они начисляют. Мы сами эти льготы не предоставляем. Наверное, очень часто задают вопрос. Хотелось сказать, что не каждый гражданин даже свыше 70-80 лет имеет право на эту льготу. Эта льгота распространяется только на одинокопроживающих граждан. То, что касается второго вопроса, отремонтированы первые этажи, нет вторых. Облик города. Фонд в этом году начал, наверное, свою подготовку проектов и вообще капитальный ремонт. Это с того, что встретились мы с архитектурой города Севастополя. Начали с ними очень тесно взаимодействовать. Поэтому все цветовые решения, вся фактура штукатурки и цвет кровельного покрытия, оно идёт только в согласование с архитектурой. Поэтому я так предполагаю, что по стечению 30 лет, так как программа рассчитана на 30 лет, город приобретёт такое первозданное на своё состояние, единобразие. Это терракотовые крыши и белые фасады. Спасибо большое. Я напоминаю, в эфире программы «Решаем сообща». Сегодня на ваши вопросы отвечает Светлана Павловна Баранова. Она директор фонда содействия к капитальному ремонту. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. Говорите. 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 Связь поднялась. Да, наверное, может быть, я дальше по проблемам, которые есть и итогам. Значит, большая проблема была с поставкой материалов, как я уже сказала. Второй вопрос – это и вторая сторона этого всего процесса – это подрядные организации. Подрядных организаций, так скажем, было много в этом году. Они были не только из Севастополя, это и Крым, и, по сути, по всей России, и Новосибирск, и Екатеринбург, и Кемерово. Хочу отдать должное подрядным организациям города Севастополя. Они, наверное, самые, так скажем, положительные, добросовестные оказались. Поэтому, в первую очередь, огромное спасибо. И по истечении этого года мы поняли, что те подрядные организации, которые есть в Севастополе, их полностью хватит, и они могут выполнять весь объём капитального ремонта, который есть в Севастополе. То есть я за такое, скажем, решение, чтобы это были только местные подрядные организации. Во-первых, опять же, хочу сказать, это и рабочие места севастопольцев, и налоги. И раз эти подрядные организации живут в городе Севастополе, их очень легко потом найти для исполнения гарантийных обязательств. Ну и потом у них ответственность, они здесь живут и перед собой, и перед людьми. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Светлана Павловна, это улица Шевкопляса, дом 8, Инкерман. Я уже не первый раз задаю этот вопрос по поводу нашего дома, который 1952 года отдаёт начальница РЭПа наш дом 1962 года. Я обращалась уже к вам, вы уже не первый раз в эфире были. Ничего не изменилось, мы уже протокол составили, чтобы наш дом перенесли на капитальный ремонт раньше, потому что 29-й год капитальный ремонт такому дому, это очень поздно, это раз. Во-вторых, второй вопрос, значит, на наши дома ставят водомеры общие в подвалах. Мы, конечно, не откроем свой подвал и не разрешим, потому что очень ветхие водяные трубы, не говоря уже за канализационные, там вообще все в дырах. Почему разрешает водоканал или кто разрешает ставить водомеры на такие дома? Это раз. На Малиновского уже в двух домах поставили вот недавно водомеры, на Малиновского, не помню, какие номерации дома, поставили уже водомеры. Что это такое? Почему водоканал это делает? На такие ветхие трубы они еле дышат в подвале трубы водяные. Пожалуйста, ответите. Спасибо. Ну, если уже обращались и тем более писали заявление, то у нас в октябре была актуализация региональной программы, и я больше чем уверена, что этот дом изменен с годом постройки, потому что эту работу проводили очень большую. И, по сути, я отзвонюсь, телефон, наверное, в студии есть, на какой срок перенесли. То есть надо в данном случае посмотреть новую региональную программу. Шевкопляса мы записали. Я записала, да. Адрес обязательно разберутся. То, что касается установки общедомовых приборов учёта, здесь, наверное, такое противоречие здравого смысла, полностью согласно в данном случае собственникам. Фонд капитального ремонта устанавливает общедомовые приборы учёта только при проведении капитального ремонта всех систем. Но это логично – сначала заменить систему, а потом поставить общедомовые приборы учёта. Идёт противоречие с 261-м федеральным законом, когда есть обязанность у собственников до 1 января 2019 года все эти общедомовые приборы учёта установить. Даже не знаю, как исполнить, как совместить разумный смысл и исполнение законов. Но, тем не менее, такая обязанность, да, есть у собственников вместе с управляющими компаниями. Наверное, департамент городского хозяйства здесь главную скрипку играет. Наверное, они должны регламентирующие документы и вообще разобраться в ситуации. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Федлана Алексеевна. Здравствуйте. Светлана Павловна. Добрый день. Я представляю ветеранский совет микрорайона адмирала Макарова. Большое спасибо, что стали уделять внимание военно-военным районам, которые устроили военно-пленные ромыны-немцы. А после войны весь Советский Союз ехал восстанавливать город. Дома после войны 50-х годов постройки. Им по 70-60 лет. Конечно, желательно, чтобы историческую нас выделять должное внимание. Вот только что сделали крышу на доме 23 подмирала Макарова. И уже течет все. Все кругом течет. Только закончили работы, и стены уже начинают циреть. И все. Можно я другие еще скажу в адресах? В общем, вот женщина сказала, что в трубы, или везде трубы, и на чердаках, и в подвалах все гнилое. А делаем ремонт, и опять же все это все течет снова. Ремонт вот на Макарова 19 дом, он, в общем, назначен на капитальный ремонт аж на 2042 год. В квартирах тоже, и в подвале везде все прорывает, и вся крыша течет. Ни разу там ремонта вообще не было. По Хрулево 6 весь подъезд из-за колодца отопления разрушается. Если закрыть подъезд, лужа на весь подъезд из-за пара, и у всех жителей первого этажа гниют полы, а ремонт делают, такое впечатление, что лишь бы отмыть деньги управляющие компании. Надо как-то с общественностью обсуждать, кому в первую очередь надо делать. А такое впечатление, что лишь бы отмыть деньги. Дом по улице Хрулево 7 уже 30 лет стоит разваленный. В двух подъездах живут люди, а половина дома вся разваленная. Дети лазят там, не дай бог завалится, тогда все забегают. Но НИРЭПы не должны решать, где делать ремонт. И деньги берут за все. Текущие ремонты управляющие компании вообще не делают. А за все люди вносят деньги. Депутатов в законодательное собрание никогда не было на встречах с жителями. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Ну, наболела, наболела. Она председатель. Понимаю, чаяние, наверное, жители в данном случае. В этом году фондом отремонтировано 220 многоквартирных домов. По сути, это получается, но каждый 15-й дом. Учитывая то, что в городе Севастополь ремонт идет не комплексный, да, а он делится на три этапа, так скажем, крыши, фасады и внутридомовые сети. То есть это получается, в ближайшие 5 лет в каждом доме будет все равно ремонт какой-либо производиться. Поэтому только самим собственникам можно решить, какой вид ремонта производить в первую очередь. И в данном случае, когда я говорила о проблемах фонда, звонки прерывают нам, не дают договорить. Проблема эта еще есть, которая вот с собственниками. Ну, с собственниками в каком плане? Что собственники порой не могут правильно выбрать тот вид ремонта, который действительно необходим дому. Понятно, региональная программа, она сформирована, но тем не менее у жителей каждого дома есть право такое, решением собрания собственников, поменять этот вид ремонта. Очень волнует, опять же, по опыту этого года, да, это как раз ремонт внутридомовых инженерных сетей. Когда вроде он и стоит в региональной программе, с фондом подготовлены проекты, подрядчики выходят, но как раз вот в таких старых домах нету подварных помещений, и все сети, подварный развод, как мы ее называем, она проходит под полами. Поэтому, с одной стороны, жители вроде хотят, а когда дело доходит непосредственно до ремонта, то очень много отказов и недопусков, и воспрепятствования. Ну да, надо пол поднимать. Жители должны понимать, если они голосуют за, принимают решение ремонтировать сети внутридомовые, то это, конечно, неудобство, без этого никуда не деться. Это понятно, что смена канализации влечет там неудобство, и унитаз, если он стоит годами и залит, то это приведет к тому, что его невозможно демонтировать, его необходимо купить новые. То есть вот эта проблема, когда жители не готовы к проведению, вроде они хотят, а по факту приходишь, тут нам разбирать не надо, канализацию наменять не надо, потому что мы не можем новый унитаз купить, полы мы не дадим разбирать, потому что нам страшно, и вообще неохота нам. И мы понимаем, что в таких бесподвальных домах, если не пускает первый этаж, где идет разводка, то, по сути, бесполезно там менять стояки в этом доме. Но это проблема действительно, и серьезно. Вот эти вот такие вот недопуски. И то, что касается вот крыши и фасады, понятно, что если на доме и плохая крыша, и фасад, то в первую очередь надо ремонтировать кровлю. Тут вопросов даже нет. И, наверное, какое-то идет недопонимание у жителей, это по фундаментам. Когда принимают решение на собрание отремонтировать фундамент, а фонд выезжает, проектанты выезжают, и, по сути, мы понимаем, что дело-то не в фундаменте, а в том, что около этого дома не сделана дренажная система, и все подводные, так скажем, ливневые воды подводные идут в этот подвал. Пытаемся доказать в данном случае жителям, что это не ремонт фундамента идет, что это надо сначала делать через ДГХ, так скажем, обращаясь к ним, дренажную систему к этому дому. И в данном случае фундамент – это не подвальное помещение. То есть вообще ремонт фундамента – такая неблагодарная работа, да? Либо, как в этом году у нас были случаи, когда жители очень настаивали на ремонт фундамента, провели исследование, потратили деньги инструментально, и выяснилось, что ремонт фундамента не требуется. Или это очень дорогостоящие, так скажем, работы, которые вообще делают бессмысленным вообще ремонт, всего этого дома. То есть, по сути, это легче его, наверное, снести и построить новый. Я очень надеюсь, что в Севастополе тоже заработает система реновации жилья. Это когда, ну, действительно, потратить на ремонт дома две трети от стоимости строительства нового, есть ли вообще смысл. Поэтому фонд в данном случае тоже явился инициатором. На сегодняшний день, за этот год, вот мы вынесли предложение в департамент признать нецелесообразными для ремонта девять домов. И, по сути, мы эту работу дальше продолжим. Очень спасибо. Очень положительная информация. Интересно. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. У меня, правда, несколько вопросов, если я успею, я вам задам. У нас на подъезде вывесили такое объявление. Уважаемые собственники квартир, вами до настоящего времени не оформится закол общего собрания о получении ФСКР. В общем, нужно сделать протокол по поручению управления охраной. И, согласно этому порядку, значит, если мы не сдадим этот протокол, нам не сделают капитальный ремонт нашего здания. Это первое. Почему мы должны выполнять работу управления охраной объектов культурного наследия Севастополя? Это первый вопрос. Второй вопрос. Большая морская 15, центр города. Рушатся балконы. Затем почта. Чистый дом, если вы знаете, напротив кинотеатра Победы. Все огорожено. Люди ходят. Ни один балкон не отремонтирован. Кто этим занимается, ответьте, пожалуйста. И вот второй вопрос. Почему мы должны заниматься работой управления охраной объектов культурного наследия? И они нам говорят о том, что они нам не сделают ремонт нашего здания и нашей крыши. И мы уже здесь живем на Большом морской 15 с незапамятных времен. Мы уже сдали, наверное, столько денег на ремонт зданий, сооружений и, в частности, ремонта крыши, что нам нужно уже, наверное, новый дом построить. И куда мне нужно обратиться для того, чтобы, ну, немножко беспредел этот прекратить? Куда написать заявление? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, очень сложная категория домов. Это объекты культурного наследия. Очень трудно приступить там к ремонту домов и невозможно, даже говорю по закону, невозможно без оформления всех наследий охранных обязательств каждого жителя. То есть жители данных домов должны понимать, что жилое помещение тоже является объектом охраны в данном случае. И чтобы приступить к ремонту данного дома, необходимо в СЕФ-наследии получить, так скажем, разрешение техзадания на проектирование только этого ремонта. Поэтому, чтобы это техзадание в СЕФ-наследии получить, собственникам надо непосредственно провести вот это собрание, выбрать уполномоченное лицо, кто будет работать с СЕФ-наследием, получить это техзадание на проектирование и потом, по сути, предоставить фонд. Фонд тоже даёт своё согласие, так скажем, и готов быть уполномоченным лицом на работу с СЕФ-наследием. И эта работа уже, она началась. Порядка 11 протоколов у нас, не протоколов, а уже техзаданий в СЕФ-наследии у нас есть на проектирование ремонта памятников архитектуры. И даже скажу, что пробный шар мы уже запустили. На сегодняшний день адмирала Макарова 17 дом памятник архитектуры. Мы делаем там проект на капитальный ремонт. По сути, мы знаем, что это такое, мы готовы с этим работать. Но, да, СЕФ-наследие без копий, свидетельств на право собственности, без протокола, вот это техзадание на капитальный ремонт не выдаёт. Поэтому, хотим мы того или нет, мы тоже очень хотим. Всё-таки вот эти копии свидетельств, всех наследия надо будет предоставить. Хорошо, спасибо большое. Слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Светлана Павловна, у меня несколько вопросов к вам. Дом у нас Острякова 69А. Он, конечно, не такой постройки, как в Инкермане 52-го года, а 74-го. Но строили его к 40-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому строили его ударными темпами и крышу крыли зимой. И вот все 45 лет скоро наши крыши на пятых этажах, во всех квартирах, крыши текут. Мы решили составить список наших жильцов, чтобы нам перенесли капитальный ремонт крыши, перенесли на более близкий срок. Когда мы стали составлять эти списки, ну, старшие по подъездам стали составлять списки, там была такая графа номер или кадастровый номер квартиры, или право собственности, тоже номер, и когда выданы, кем выданы и так далее. Дело в том, что большинство жильцов, особенно первый, второй, третий, четвертый этаж, у которых не капает на голову, они не согласны подавать эти персональные данные, тем более, что постоянно по телевизору говорят, не давайте, никому не давайте эти персональные данные. Вот мы хотим спросить, задать этот вопрос, закономерно ли требования управляющей компании, потому что списки просто квартиры нашей росписи, их не удовлетворяют, их они не принимают у нас. Это первый вопрос. Второй вопрос. Нигде никогда, вот вы выступаете уже не первый раз, нигде никто никогда не сказал, что документы надо подать до 1 октября. Понимаете? Вот у меня, если день рождения 1 января, и я решила пойти в ноябре месяце подать документы, у меня уже не принимают. То есть весь год следующий, 19-й, мне 80 лет, я буду платить этот за капитальный ремонт. Никто, никогда, ни в одном информационном сообщении, ни газеты, ни телевидении, ни радио не сказали, что документы надо подать до 1 октября. Вот этот вопрос очень такой сложный. Будьте любезны, вот на эти два вопроса ответьте мне. Спасибо. Ну тут как-то вопрос, наверное, смешалось два. Я не пойму, о каких документах говорили до 1 октября. Это на 1 октября, вот человеку исполняется 80 лет, но если он не подал документы до 1 октября, это действительно так, до 1 октября, то он будет все равно... Да, это льготники, которым 70 и 80 лет. Льготникам, которым 80 лет. Ну да, наверное, я еще раз повторюсь тогда, что льготы предоставляет не фонд капитального ремонта, а департамент социальной защиты. И все требования, которые они, наверное, выдвигают, регламентированы законодательными актами, поэтому тут не берусь их судить. То, что касается протоколов и, так скажем, передвижки сроков на более ранний период, если действительно какой-то элемент находится в аварийном состоянии, то да, сегодня с законодательными актами Российской Федерации установлено, что при проведении собраний, так скажем, и протоколов, если в первом случае, когда я говорила про памятники архитектуры, да, севнаследия, там они запрашивают копии даже этих свидетельств на право собственности, то то, что касается простых домов, да, и протоколов, это только основания, допустим, договор дарения или свидетельства на право собственности и, по сути, его реквизиты. То здесь никто не запрашивает ни оригинала, ни тем более копии. Но, тем не менее, такое и есть, потому что в последнее время появились, так скажем, махинации с этими протоколами. Наверное, в связи с этим и было принято это решение, что очень часто управляющие компании или заинтересованное лицо стали подделывать эти протоколы, потому что сейчас собранием собственников решается очень много вопросов. А там от сдачи в аренду общего имущества, да, и получение каких-то дополнительных доходов, также и проведение капремонта, вид ремонта, да, это тоже очень, так скажем, такой серьёзный вопрос. И если ещё касается, допустим, отчуждения какого-то имущества общего какому-то собственнику, поскольку с решением собрания собственников связано очень много вопросов, в связи с этим на законодательном уровне было принято решение, что только с подтверждением, что имеешь право голосовать, что ты действительно собственник. Спасибо, Светлана Павловна, спасибо. Я хочу напомнить, что в фонде содействия капитальному ремонту работает горячая линия. Если вы сегодня не получили ответ на свой вопрос, вы можете позвонить на горячую линию, она работает у вас с 8 до 6 каждый день, да? Да, она многоканальная. Телефон, она многоканальная. Назовите, пожалуйста, телефон. 8-800-37-4603. 8-800-777-4603. Пожалуйста, звоните, вам тоже дадут ответ. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Павловна, у меня был к вам вопрос, но вы на него почти ответили. Почему платежки за капремонт приходят без скидки на 50%? Мне 72 года, прописана еще дочь. Вы сказали, что только на одинокопроживающих льгота распространяется. Хозяйка квартиры я, на меня приходится часть площади. Так почему именно на меня я пользуюсь льготой, нет этой скидки? А на дочь можно было бы тогда платить, соответственно, в оставшейся площади. Теперь я еще хочу спросить у вас. Вы говорите, что заявление надо в соцзащиту писать. А ведь в самом начале организации единого расчетного центра все предъявляли документы в единый расчетный центр. Эти документы передавались в соцзащиту или нет? Спасибо. Спасибо за этот вопрос. Спасибо. Действительно, очень актуальный вопрос. Да, все-таки со льготами это, наверное, не совсем к нам вопрос. Была бы моя воля, я предоставила бы всем, но, к сожалению, у нас таких полномочий нет. Да, на первоначальном этапе, когда только вели эти льготы, соцзащита давала доверенность единому расчетному центру на оформление этих льгот. Но сейчас, насколько я знаю, эта доверенность отозвана, потому что пошло очень много неразберихи. То есть, может быть, не совсем правильные документы собирал единый расчетный центр. В общем, получаются те документы, которые собирал единый расчетный центр изначально, они все переданы в департамент социальной защиты. И эти льготы, по сути, они начислены. Светлана Павловна, а кто проверяет качество ремонта? Кому такие полномочия даны? Кто контролирует подряд на организации? Вообще, это трехэтапный контроль проведения капитального ремонта. В первую очередь, за качество проведения ремонта несет ответственный сам подрядчик. Это внутренний контроль подрядной организации. Второе – это контроль специализированной организации технодзора, который мы в этом году отобрали. И, так скажем, надо отдать должное, что из всего количества, так скажем, обращений за год, это тоже какие-то итоги, выводы можно сделать, практически нет вопросов или даже, так скажем, нет по качеству ремонта. Есть вопросы по срокам, по ущербам, но по качеству ремонта в этом году, так скажем, вообще очень мало. Практически нет. Ну, бывает, говорит, нам кажется, что металл не 0,7. Выезжает наш специалист с микрометром, с специальными инструментами, которые замеряют толщину металла, и это жители успокаивают. И, соответственно, это сам фонд, который несет ответственность и тоже контролирует выполнение капремонта. Мы продолжаем работу в эфире. 54, 89, 55. Светлана Павловна Баранова общает. Слушаем. Доброе утро. Здравствуйте еще раз. Вы так и не ответили на вопрос по поводу балконов. Это наша безопасность. Большая морская, 15. Все балконы рушатся. Хорошо, спасибо. И напротив чистый дом, все огорожено. Почта центральная огорожена. Люди обходят. Это очень опасно. Спасибо. Спасибо. Опять же этот вопрос, я так поняла, еще, если это морская, то это памятники архитектуры. Фонд капитального ремонта, заострю, наверное, внимание еще раз, что фонд капитального ремонта проводит плановый капитальный ремонт, который установлен региональной программой капитального ремонта. А все ремонты, если дом не попал в этом году, не в следующем, да, ну, то есть не под систему капитального ремонта, то всю ответственность за, так скажем, содержание, безопасность проживания несет управляющая компания. В данном случае в рамках текущего ремонта она должна ликвидировать все аварийные ситуации, то есть чтобы... Ну, вы передадите этот адрес, Анна Павловна. Очень я вас прошу, по итогам вот этого эфира, пожалуйста, скажите им, что так и так женщина даже перезвонила, вы видите, то есть никто не реагирует. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Я жительница поселка Штурмового. У нас сделали детскую площадку, спортивную маленькую, и детскую площадку, но доделать ее не доделали. Уже два месяца лежат большие валуны. Пожалуйста, убирать никто их не убирает. Землю от площадки навезли возле детского садика 121, так и она осталась. Пожалуйста, посмотрите. И по вопросу, у нас есть почта в доме, в нашем, а к почте в подъезд очень плохо зайти. Знаете, какие подъезды, очень-очень плохие. Пожалуйста, обратите на это внимание. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, детские площадки, это, конечно же, не ваша история. Да, в данном случае это тоже не наш вопрос. Детские площадки и придомовые территории, поэтому в департамент городского хозяйства мы эту просьбу передадим обязательно. Передадите. Спасолку Штурмовой звонили, просили закончить ремонт площадки. Светлана Павловна, я уже осталась не так много времени в эфире. Хотела бы еще раз уточнить. Итак, вам фонду удалось в этом году выполнить все намеченные программы? Ну, с собой ответственностью, да, хочу сказать, что удалось. На сегодняшний день из 209 домов у нас было по взносам на капитальный ремонт. 24 дома – это бюджетные средства, которые нам были выделены. Ну, 95% домов на сегодняшний день закончены, но 5% есть, да, где подречки где-то нас подвели, где-то доделывают мелочи. А концы года обязательно закончили. Три недели еще, да. Спасибо большое. Еще вопросы мы вас слушаем. Доброе утро, студия. Доброе утро. Светлана Павловна, у меня такой вопрос. Моя знакомая живет в доме культурного наследия. Почему требует предоставить фонд содействия капитальному ремонту правоустанавливающие документы на каждое помещение? Они не хотят этого делать. Ведь вся информация есть и в ГУП, и в ЕГРН. Спасибо за это. Спасибо. Ну, немножко, наверное, поздно включила телевизор. Хочу, наверное, повториться, что фонд не требует, это требует СЕФ-наследия для оформления разрешения, выдачи тех заданий на проектирование, на ремонт этого дома. По сути, фонду это не надо. Если собственники выбрали фонд уполномоченным лицом по взаимодействию с СЕФ-наследием, то, понятно, в данном случае фонд просит. Но мы никак не можем заставить, принудить. Но только жители должны понимать, что если копии этих документов не будет, то и ремонта не будет. Может быть, есть еще такой вариант, что жители предоставят копии этих документов не фонд, если они не доверяют, а непосредственно всех наследия. Такой тоже вариант возможен. Есть такой вариант. Ну, вот и надеемся, что эту информацию услышат. Светлана Павловна, а где можно познакомиться с графиком ремонта капитального? В каком году? В каком году? В каком году вообще? Что конкретно планируется? Все графики, в каком году именно проводятся на вашем доме капитальный ремонт и какой вид ремонта, это открытая информация. Она утверждена постановлением правительства города Севастополя, размещена на всех официальных сайтах, либо консультант плюс постановление, либо сайт департамента, сайт фонда, либо можно просто позвонить на горячую линию и узнать, в каком году ремонт в нашем доме находится. Ага, еще вопрос, слушаем вас. Доброе утро, уважаемые. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые. Доброе утро. В нашем доме мы сделаем ремонт, например, в моем подъезде мы делаем ремонт сами. Красим, белим, убираем, все делаем сами. Зашел какой-то дядя, повесил рамку, теперь вешает нам объявление, что приходите там куртки, покупайте там то, там это. Вот это, кто-то им пришел это сделать, или это самовольно он сделал. Спасибо. Например, мы, вот, жильцы моего подъезда, мы не будем этим. Спасибо. Да, ну, я так думаю, что на эту передачу надо приходить руководителям управляющих компаний, да? Ремонт подъезда относится к текущему ремонту. Еще раз дам. Ремонт подъезда тоже не занимается. Относится к капитальному, что к текущему. Люди путают все равно. Но тут, скорее, вопрос даже был не в том, что им нужен ремонт подъезда, да, они сами его сделали, а в том, что кто-то вешает объявление и портит ремонт. Поэтому я хочу сказать жителям, что общее имущество, в данном случае подъезд, как им распоряжаться, это только право собственников. По сути, никто не может дать согласие без разрешения собственников. То есть рамку эту надо уничтожить, и никто не будет развешивать объявление. Использовать не только подъезд, но и стены, и крыши. По сути, это решение только собственников, разрешение собственников. И доходы собственников, да. То есть сегодня собственники должны понимать, если на их фасаде висит какая-то реклама, то значит, за эту рекламу кто-то получает деньги за размещение. Мы, наверное, еще собственники до этого дойдут, это средства, которые с разрешения собственников даются разрешение на вывеску этой рекламы. Понятно, что это не бесплатно для рекламодателя. И эти средства обязательно должны идти на содержание и текущий ремонт общего имущества. Ну вот лазейка, опять же, лазейка для нарушения, смотрите, составляет поддельные протоколы. Поэтому нам, собственникам, надо быть бдительными, и надо действительно более активно включаться в обслуживание собственного дома. Еще вопросы, и у нас заканчивается передача. Говорите. Доброе утро. Доброе утро. Я по вопросу крыши. Я живу на Кожаново-9. У нас дом построен в 60-м году. Кожаново-9. Крыша у нас шатровая. И мы никогда, у нас нет капитального ремонта. Так придут, залатают, залатают, там, где течет в квартирах. А в подъездах теперь у нас лужи, когда идет дождь. У нас лужи, потому что у нас желт, по которому должен вода стекать с крыши. Он у нас как решето. И когда идет вода, когда идет дождь, то все впитывается в стенки вода. Не по желобу стекает, а в стенке впитывается вода. Мы тоже уже куда только не обращались, ничего не получается. Спасибо за вопрос. Мы взяли этот адрес на заметку. Да, по-другому время уже осталось, наверное, совсем маленькое. Я скажу, что с законодательством города Севастополя, это не везде есть такое в субъектах, но в городе Севастополе это есть, когда жители могут быть инициаторами, передвинуть срок капитального ремонта вперед, так скажем. Для этого при департаменте городского хозяйства создана комиссия, которая данные документы рассматривает. Фонд поможет подготовить эти документы, но это, как мы понимаем, опять решение о собрании собственников, заключение управляющей компании, что действительно дом находится в аварийном состоянии. Понятно, что вал документов, да, все хотят вперед. Для этого есть решение комиссии. Фонд выезжает на все объекты и принимает уже решение, действительно ли данный конструктив находится в аварийном состоянии или нет. и очень много решений, которые принимаются в пользу собственников. То есть, по сути, сегодня фонд располагает финансовую, так скажем, экономию тех домов, которые должны быть в этом году отремонтированы за счет того, что это конкурсные процедуры, что строгая там приемка сметы, документов. Поэтому только в этом году по решению комиссии по 35 домам было принято решение передвинуть срок с более позднего на более ранний. Поэтому такая возможность есть, но она есть действительно у тех, у кого дома в аварийном состоянии. Спасибо, Светлана Павловна. Я напоминаю, сегодня на ваши вопросы отвечала Светлана Павловна Баранова. Она директор фонда содействия к капитальному ремонту. Спасибо вам за эту передачу. Очень много информации. Я думаю, что это не последний ваш визит. Мы будем встречаться в этом эфире. Передачу подготовила творческая группа радио и телевидение информационного канала «Севастополь». Оператор телевидения и режиссер программы Анатолий Кокса, звукорежиссер Александр Могилевский, Юлиана Лещенко, редактор по телефону и глава программы Светланы Сополёва. До новых встреч в эфире. Я благодарю Анну Москаленко, пресс-секретаря фонда, за участие в подготовке в этой программе. И ещё раз напоминаю, телефон горячей линии фонда содействия к капитальному ремонту 8 800 777 46 03. Пожалуйста, звоните, вам обязательно там ответят. До свидания. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok